Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 1 февраля, а на сегодня я представляю вашему вниманию валютные пары с евро, британским фунтом и японской иены. Все три пары сейчас находятся либо начинают в фазу коррекции и слабеют на фоне укрепляющегося доллара США. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот евро снизился, как и предполагалось в прошлом обзоре, оттолкнувшись от уровня сопротивления на 1.2174 и уже после ретеста этого уровня устремился к целевой области, однако достичь удалось только его верхней границы на 1.2058, буквально один раз его коснувшись, после чего цена снова начала восстанавливаться и дошла до середины диапазона. В целом сценарий можно считать отработанным, но ввиду его слабости оценку можно, пожалуй, оставить нейтральной. Сейчас же общая картина свидетельствует о боковом характере движения пары. Можно предположить, что снижение продолжится после окончания этого флета, поэтому прежний сценарий остается актуальным с обновлением целевой области. Ну и вот на актуальном графике сейчас имеет место нисходящий моментум, предел которого может находиться на уровне 1.2058, который неоднократно срабатывал в качестве поддержки, от которой цена каждый раз совершала отскок. Надо полагать, что и в этот раз пара может отбиться от нее. В краткосрочной перспективе, попытавшись восстановиться вплоть до сопротивления на 1.2137, хотя вероятность этого маловероятна, тем не менее исключать это полностью нельзя. Последующий отбой из этой зоны нацелит пару в область между 1.1998 и 1.1931. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении выше разворотного уровня на 1.2174. А вот продолжение начавшегося снижения по британскому фунту так и не состоялось. Пара пробила сопротивление на 1.3700, а затем вплотную подошла к разворотному уровню на 1.3738, но преодолеть его, очевидно, не смогла. На этом уровне цена встретила довольно серьезное сопротивление, которое неоднократно тестировалось. В целом же пара пока показывает боковой характер движения с умеренным восходящим уклоном и постепенным сжатием волатильности, что может свидетельствовать о приближающемся резком развороте. Таким образом, состоялось нарушение сигнальных уровней, однако вышеописанные обстоятельства пока не позволяют отменить прежний сценарий на снижение, поэтому до окончательного преодоления уровня 1.3738 сценарий на нисходящий разворот пока остается актуальным. Ну и вот на актуальном графике сейчас пара в очередной раз оттолкнулась от разворотного уровня на 1.3738, что также дает шанс на возврат под сопротивление на 1.3700 в случае развития устойчивого моментума. Окончательное закрепление под ним с последующим отбоем в случае ретеста по-прежнему оставляет в качестве целевой области район между уровнями 1.3520 и 1.3421. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.3738. Ну и вот ситуация в паре с японской иеной наконец окончательно прояснилась. Котировки ожидаемо выросли после уверенного закрепления над уровнем поддержки на 1.371, который плотно тестировался и даже была попытка его преодолеть. Однако в последующем цена вернулась выше, что способствовало развитию стремительного восходящего моментума с достижением целевой области. Таким образом было получено сильное подтверждение обозначенного сценария. Поэтому есть и основания полагать, что данное движение имеет потенциал для продолжения к новой целевой области. И вот сейчас на актуальном графике пара подошла к уровню, который оказывает довольно серьезное сопротивление, не давая продвигаться выше. Это может привести к локальной коррекции, пределы которой могут лежать на уровне 104.39, где ожидается поддержка. В случае ретеста и отбоя от этого уровня есть шансы для развития нового восходящего импульса, который нацелится на локальные максимумы в области от 105.39 до 105.73. Отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 104.18. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев. Это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.